Партнер программы сеть детских клубов «Ети и дети». Сегодня для Арсения и Юли третий игровой день, но ситуация изменилась. Напомню, что после первой игры с разрывом в два очка лидировал Арсений. Юля смогла не только сократить отрыв, но и вырваться вперед. На сегодняшний день счет 16-13 в ее пользу. Что ж, самое время подключиться к прямой трансляции и посмотреть, чем закончится борьба сегодня. КОНКУРСНОМУ ИСПЫТАНИЯ А сегодня мы с вами научимся тушить пожар при помощи огнетушителя. Из прошлых передач мы уже знаем о том, что необходимо при пожаре сообщить в службу спасения по номерам каким? 101 и 112. Верно. После того, как вы сообщили в службу спасения о пожаре, можно постараться потушить пламя самостоятельно при помощи огнетушителя, если пламя только не больше футбольного мяча. Для этого в левую руку вы берете огнетушитель за ручку. Вы дергиваете, срываете пломбу, вы дергиваете чеку. Правой рукой держите раструб и направляете на пламя. Нажимаете на рукоятку и тушите пламя. Ну что же, ребята, а теперь перейдем к конкурсному испытанию? Да! Каждый из вас постарается потушить виртуальный пожар при помощи огнетушителя. Ребята, переходим к практическому заданию. Арсений, ты первый? Нет. Начинаем не так. Берешь за ручку, в левую руку. Как мы определялись? В левую руку за ручку. В левую? В левую руку за ручку. Первое, что необходимо сделать? Сорвать пломбу, выдернуть чеку. Отойти на безопасное расстояние от пламя полтора-два метра. Ниже. Молодец, Арсений. Ты успешно справился с заданием. Следующая приступает. Юлия. Правильно берем огнетушитель. Левую руку за ручку. Левой. Левой. Правильно. Итак, первое, что необходимо сделать, сорвать пломбу, выдернуть чеку. Молодец. Вот так ты нажимаешь. Вот так на ручку. Жми на нее. Нажимай. Молодец, Юлия. Ты успешно справилась с заданием. Давайте вспомним, сколько баллов на сегодняшний день у вас. 13. А у Юлии? У меня. Молодцы. За сегодняшнее испытание каждый из вас получает по 5 баллов. По итогам третьего конкурсного дня с результатом 21 балл лидирует Юлия. У Арсения 18 баллов. Но это не повод расстраиваться. Завтра нас ждет четвертый заключительный конкурсный день. Все может еще поменяться. Ребята, завтра нас ждет с вами заключительный четвертый конкурсный день, по результатам которого определится победитель. А на сегодня это все. Набираемся сил, отдыхаем и прощаемся с нашими телезрителями. Пока. Пока, пока. А сейчас, друзья, мы отправляемся на прогулку. Конечно, на улице опасностей просто великое множество. Да, играм тут точно не место. Лично я такие места обхожу стороной и вам тоже советую. А еще, ребята, во время прогулки не забывайте смотреть под ноги. Ведь такие препятствия, как открытый люк и провалившийся грунт на вашем пути, могут стать причиной тяжелых травм. Если вы стали свидетелем происшествия, в котором пострадали люди, обязательно сообщите об этом в службу спасения по номеру телефона 101 или 112. Среди всех опасностей, которые могут подстерегать вас на улице, одна из самых серьезных связана с машинами и проезжей частью. Взрослые эти ситуации называют дорожно-транспортными происшествиями. Поэтому всегда будьте очень внимательными и осторожными возле автомобильных дорог. Не играйте и не забегайте на проезжую часть. А на другую сторону улицы переходите только по пешеходным переходам. Самым безопасным местом для этого является подземный переход. Если подземного перехода поблизости нет, воспользуйтесь ближайшим наземным пешеходным переходом. Прежде чем переходить дорогу, обязательно убедитесь, что загорелся зеленый сигнал светофора. Затем посмотрите налево и направо. Начинайте переходить только после остановки всех машин. Похоже, ребята, начинается сильный ветер, который бывает очень опасен. Что делать в такой ситуации? Если о сильном ветре вы узнали дома по радио, телевизору или в интернете, взрослые это называют штормовым предупреждением. По возможности, не выходите на улицу. Закройте форточки, чтобы не было сквозняков. А если сильный ветер застал вас на улице? Быстро укройтесь в ближайшем здании, подъезде, магазине, кинотеатре или подземном переходе. Спрятавшись в помещении, старайтесь не стоять возле окон, ведь любой предмет, переносимый ветром, может разбить стекло, и все, кто находится рядом, будут травмированы осколками. Если нет возможности укрыться в помещении, спрячьтесь в канаве или яме. Прижмитесь к земле, а голову закройте руками. Держитесь подальше от крупных сооружений, мостов, линий электропередач и рекламных щитов. А нас ждет следующее испытание. Начинается дождь, приближается настоящая гроза. Во время дождя и грозы ни в коем случае нельзя бегать, играть, заниматься спортом и кататься на велосипеде. Наверное, вам не раз приходилось слышать от взрослых такую фразу «Дождь льет, как из ведра». Вот это как раз наш случай. Лучше всего в такой ситуации вернуться домой или переждать непогоду у друзей. Если путь домой не близкий, не расстраивайтесь. Вы можете спрятаться в ближайшем магазине, аптеке или подъезде. А когда вернетесь домой, первым делом переоденьтесь в сухую одежду, чтобы не заболеть. Что же делать, если гроза застала вас в чистом поле? Очень часто во время дождя можно услышать гром и увидеть молнию, которая очень опасна. Молния – это сильный электрический разряд, который может ударить человека и нанести ему сильные травмы. Молния бьет в самую высокую точку, поэтому никогда не прячьтесь от нее под деревьями и не стойте возле столбов. Во время грозы очень опасно находиться возле водоемов и разговаривать по мобильному телефону. Все это тоже притягивает молнию. Спрятаться от молнии лучше всего в самой низкой точке – яме или овраге. Если таких мест поблизости нет, просто присядьте на корточки. Ребята, к счастью, дождь заканчивается. Я уверен, что мои советы помогут сделать ваши прогулки приятными и, самое главное, безопасными. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова